МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из школьной программы многие помнят о печальной судьбе гражданина древнего Крита Икара. Как известно, он сумел взмыть в небо с помощью крыльев, сконструированных его отцом Дедалом. Но закончился этот тестовый полет катастрофой. Икар мечтал покорить воздушное пространство и свободно путешествовать над землей и водой. У людей 21 века подобные перемещения давно вошли в привычку, хотя авиаперелеты из Москвы в Новозеландский Оплин все еще кажутся почти чудом. Если пассажирам удалось не умереть от скуки по дороге, они будут щедро вознаграждены. Последний час полета в Новую Зеландию можно увидеть такой, какой ее наблюдают разве что самые отважные пернатые. Даже мимолетный взгляд с высоты в несколько тысяч метров может рассказать о стране немало. Огромные озера с чистейшей водой, безжизненные скалистые гряды, густые леса – все это Новая Зеландия. Разнообразие ландшафтов и малая заселенность делают архипелаг первоклассной съемочной площадкой. Снимают здесь все, начиная от рекламы зубной пасты и заканчивая супер-блокбастерами. В их число, помимо «Властелина колец», входят наделавшие много шума последний самурай, кинг-конг и даже гладиатор. Так, например, в римских пейзажах, изображенных в гладиаторе, не так уж и сложно узнать окрестности Окленда. А роль Худзиямы, саги о последнем японском рыцаре, с успехом исполнила новозеландская гора Таранахи. Но особенно удачно у Новой Зеландии получается играть роль страны христиан и фермеров. Тем более, что аналогичная роль закрепилась за ней и в мировой экономике. И это неудивительно, ведь сельское хозяйство развивается здесь уже не один век. В Новой Зеландии, куда не пойдешь, везде встретишь представителей крупного и мелкого, рогатого и безрогого скота. Особенно много в этой стране разномастных овец. Страшно подумать, но на 4 миллиона жителей Зеландии приходится около 40 миллионов этих животных. Даже странно, что им до сих пор не дали несколько мест в новозеландском парламенте. Говорят, что если сшить из шкур всех местных овец одеяло, им можно было бы с легкостью целиком накрыть весь Южный остров. А побывавший здесь однажды Бернард Шоу сделал в своем дневнике единственную запись «Все, что я могу сказать о Новой Зеландии, здесь слишком много овец». Нам же довелось пообщаться с ламами. Чувствуя свою уникальность, они гордо держатся особняком, хотя гостям кажется рады. Для них это шанс похвастаться своими модными прическами. Но провести много времени в теплой и пушистой компании нам не удалось. Пора было двигаться дальше, к настоящей деревне туземцев Маори. Дорогу нам указывал безотказный и безошибочный компас. Путь пролегал через облагороженные джунгли, больше всего напоминавшие собрания пестрых клумб. Цветы здесь растут как совершенно незнакомые, так и вполне привычные глазу россиянина. Ученые давно заметили, что на новозеландской земле легко приживается абсолютное большинство растений из разных климатических поясов. Это превратило архипелаг в богатейший заповедник. Почва во многих регионах чрезвычайно плодородна, поэтому случайно попавшие из Европы семена деревьев очень быстро превращались в целые рощи. Недобросовестные новозеландцы используют богатые почвы для того, чтобы выращивать и собирать огромные урожаи конопли. Более законопослушные жители островов объединяют усилия по охране дикой природы и сохранению уникальных лесов. Наверное, самое охраняемое в этой стране дерево Тейн-Махута. Его называют здесь королем деревьев и явно не за красивые листья. Высота лесного владыки более 51 метра, а для того, чтобы обхватить ствол, понадобится как минимум 5 взрослых человек. Возраст Тейн-Махута около полутора тысяч лет. В Новой Зеландии с деревьями не всегда обращались бережно. Древние племена уничтожали леса, расчищая место под поля. А понаехавшие европейцы всерьез занялись лесозаготовками. Большая часть нынешних вечно зеленых рощ была посажена сознательными гражданами несколько позже. Редко встречающиеся остатки первозданных лесов теперь называют душем. Внимательно следят новозеландцы и за своими реками и их обитателями. Рыбу здесь добывали острогами еще первые маори, высадившиеся на этой земле. Но особого урона экологии такая рыбалка не наносила. Сегодня острога считается браконьерской снастью. Но вовсе не она представляет опасность для резвящихся в чистых лесных речушках порыней. Куда более опасной для рыбы снастью стало нахлыстовое удилище. Уловистый нахлыст, завезенный вездесущими англичанами, стал необыкновенно популярен у местного населения. А речные обитатели и не подозревавшие о существовании стримеров и других хитрых приманок доверчиво бросались на предложенные ей мушки. Все это делало и делает уловы рыбаков из страны Белого облака на редкость внушительными. Поэтому цивилизованные и новозеландцы решили, что более 90% пойманной рыбы надо отпускать обратно в водоем и следуют этому мудрому правилу до сих пор. Если рыбы и звери могут в местных лесах чувствовать себя абсолютно спокойно, то к туристам это относится не всегда. Нам, например, стало немного не по себе, когда из густой чаще раздались воинственные крики. Но тревога оказалась напрасной. Просто за поворотом реки скрывалась Маорийская деревня. А столь напугавшие нас звуки оказались обыкновенным кличем воинов Маорий и по совместительству чем-то вроде гимна местной команды по спортивной гребле. Вождь местного племени подает условный сигнал о начале ритуального танца, используя духовой инструмент из причудливой раковины. Надо сказать, что Маори настоящие ценители подобных раковин. Из них они изготавливают всевозможные украшения. Самым распространенным материалом для безделушек служат так называемые раковины Паула, которые изначально служат домом Моллюску Гариотису. Агрессивное и ритмичное шоу, которое демонстрирует собравшимся туристам новозеландские аборигены, чем-то похоже на бразильскую капоэру, также сочетающую в себе элементы танца и боевого искусства. Для того, чтобы попасть в подобную танцевальную группу, нужно пройти специальный кастинг. Претендент обязан обладать несколькими качествами. Во-первых, он должен уметь уверенно размахивать копьем и двигаться в такт, издавая при этом громкие нечленораздельные звуки. Еще одно необходимое умение – способность красиво выкатывать глаза и показывать язык. Если юноша Мауэль овладел этим сложным искусством, дорога в маорийский шоу-бизнес ему открыта. А вот к девушкам требования предъявляются более мягкие. Им достаточно правильно нанести на лицо и тело ритуальные узоры и выучить простые слова традиционной песни. Танец хака необыкновенно популярен в стране. Его исполняет перед каждым матчем группа поддержки новозеландской команды фарегги All Blacks. На иностранцев подобные шоу-программы производят неизгладимое впечатление, отбивая всякую охоту встречаться с Мауэлью в местных джунглях. Справедливости ради заметим, что в обычной жизни маорийцы вполне цивилизованный и дружелюбный народ. Всего их в Новой Зеландии насчитывается около полумиллиона. Живет большинство из них вовсе не в лесных дебрях, а в городах по соседству с потомками выходцев из Европы. В последнее десятилетие ведется активная борьба за сохранение богатого культурного наследия Мауэль. Неслучайный их язык, становящийся все менее распространенным, официально признан вторым государственным, а в ряде школ даже введено его обязательное изучение. С середины прошлого века в составе правительства действует специальное министерство по делам Мауэль, влияние которого достаточно велико. Недавно по его рекомендации был изменен план строительства железной дороги по исконным землям аборигенов. Дело в том, что дорога эта изначально должна была пролегать через болото, в котором, по преданию, проживает одноглазое водное чудовище, тревожить которое нельзя ни в коем случае. Теперь оно может не волноваться за свою дальнейшую судьбу. Главная идея философии Мауэль — единство человека и природы. Согласно их верованиям, все живое несет в себе частицу божественной силы и по этому священны. Для любого действия, будь то охота или рубка деревьев, требуется серьезная причина и одобрение богов. Любопытно, что подобное мировоззрение ничуть не мешало Мауэль на протяжении нескольких веков практиковать каннибалию. Оказывается, сказки о новозеландских людоедах вовсе и не сказки. Все-таки что-то первобытное и кровожадное чувствуется в Мауэль сегодня. Их предки обычно поедали захваченных в плен врагов, в том числе и моряков из Европы. Так, например, погибла команда французского капитана Дюфрена. Воинственные и независимые Маури сопротивлялись захватчикам из-за океана до последнего. Конец многолетнего противостояния положило мирное соглашение, заключенное между вождями пленом и королевой Англии. Документ этот, на всякий случай, хранится в одном из музеев. Самое удивительное в новозеландской истории заключается в том, что и сами Маури были, в общем-то, иммигрантами с других островов Океании. Как говорят археологи, до них на этих землях жили племена охотников на Моа. Моа – это птица огромных размеров, обитавшая когда-то в Новой Зеландии. Судя по останкам, ее рост достигал 2,5 метров, а крыльев не было вовсе. Наверное, у нее были бы все шансы стать символом страны вместо забавной птички киви, если бы ее не истребили те самые охотники. Сами же охотники были побеждены переселенцами Маури. Эту победу Маури празднуют до сих пор. Вечер! 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 В Новой Зеландии немало мест, где вплоть до 20 века не ступала нога человека. Маури вполне устраивали по праву принадлежавшие им леса, а переселенцам из Европы хватало проблем в отстроенных на скорую руку поселках вдоль побережья. Словом, настоящие покорители пространства в Новой Зеландию тогда не заглядывали. Когда же такие покорители появились, первым местом, куда они отправились, стали неприятливые и необжитые еще горы Южного острова. В итоге была покорена новозеландская вершина номер один, гора, носящая имя Джеймса Кука. Сегодня эта заснеженная скала, наверняка восхитившая бы Джека Лондона, является частью национального парка, который иногда называют Южными Альпами. Вообще, Новой Зеландия почти на треть состоит из национальных парков, всячески ограждаемых от внешнего воздействия. А 10% территории и островов признаны всемирным достоянием человечества, причем состояние местных природоохранных зон наверняка вызвало бы здоровую зависть наших соотечественников. Ступая по дорогам Новой Зеландии, начинаешь понемногу понимать Маури, считающих, что каждая крупица земли священна. По крайней мере, для страны Белого облака это утверждение кажется верным на все 100%. И все-таки и фотоаппарат, и видеокамера не в силах передать ощущение, которое возникает при взгляде на океан. Веками его течения приводили к этим берегам странников на каноэ, лодках, кораблях, и наверняка приведут сюда еще немало любопытных искателей приключений. Остается надеяться, что наши далекие потомки увидят эту землю такой же, какой ее увидели мы. Субтитры создавал DimaTorzok